У тебя такое лицо, как будто ты герой из войны встречаешь. Ну, откуда же я знаю, может, ты правый герой. Игорь Петренко – один из самых эффектных мужчин на нашем экране. Но внешность свою ненавидел. Вечно предлагали не те роли. На пробах только и слышал. Слишком красивый, слишком положительный. Ты красивый, ты нежный. Только ты что-то невеселый. В 41 он играет кого хочет. Громкой стала его роль офицера ФСБ в многосерийном фильме «Спящие». Я же не за вкус, я разведчик, я работать не хочу. А ведь в театральном училище у него как раз было прозвище «Слипер» – «Спящий». Я уснул в театральном вузе на предмете ритмика. Зато просыпался при виде красивых студентов. Первой женой стала сокурсница Ирина Леонова. Расписались после получения диплома, но спустя 4 года развелись. Я убью любого, кто сделает тебе больно. Тогда начни с себя. Игорь как джентльмен о причинах развода не говорит. Восхищается Ирина, ведь она потом родила Евгению Цыганову семерых детей. Представляете, какая молодец, говорит именинник. Я спросил, кто. Ты крикнула, сын. Я спросил, сколько. Ты сказала, пока что один. У самого Игоря четверо детей. Двое сыновей от Екатерины Климовой и две дочери от Кристины Бродской. После развода с Катериной они сохранили самые теплые отношения. И вместе поведут сыновей в школу в этом году. Ну, покажите, что умеете. Третья жена Игоря тоже актриса, но снимается мало. Всегда готова отказаться от проектов ради семьи. Прошлое неудачное отношение с актрисами его не пугает. Кристина Терпиме относится к недостаткам Игоря. Петренко сам говорит, идеальных мужей не бывает. Это из области фантастики. Но Кристина принимает его любым. И это то, что ему нужно в 41 год. Мария Бронзова, Марина Журавлева, Первый канал.